Если в жизни твоей попа, делай опа, делай опа. Я такое помню, вот детвора бегала, кричала, смеялась, шутила, а сейчас это уже приняли на вооружение взрослые люди. Мало того, это не просто взрослые люди. Здесь появился один человек, который, в общем-то, всегда в торговом флоте служил. Сейчас стал контр-адмиралом и заменил танкиста на посту главкома военно-морских сил Украины. Так вот, этот человек со смешной фамилией Ниеш Папу заявил буквально следующее, цитирую. «Будет много потерь и наших воинов, и гражданского населения. Сигналом к началу боевых действий станет попытка России захватить Северокрымский канал, через который до присоединения к России Крым получал украинскую пресную воду. Киев готов отразить вмешательство Москвы. Вот этот воин из торгового флота готов лично своей грудью закрыть все амбразуры, через которые проклятая вата из Крыма ринется за водой украинской, исконно украинской Днепровской водой. Но с этого мы и начнем наш разговор с политиком, депутатом Народным Украины прошлых созывов Алексеем Журавко. Алексей Игоревич, приветствую. Приветствую. Но, понимаешь, грустно с одной стороны, с другой стороны радостно. Представь себе, какие-то последнее время фамилии вот, и фамилии соответствуют сегодняшней действительности, да. Вот не ешь попа, да, там еще какие-то фамилии. Я вообще не понимаю, откуда они берутся. Нельзя, конечно же, там папу, маму винить в том, что присвоили такую фамилию. Но ведь в сути, наверное, они по жизни в школах такие шли, что они сегодня управляют и такую радость вещают, да. Но он вчера сделал кучу заявлений. И мост взорвет. И теперь отразит атаку. На чем? На корытох. Сколько там у вас в Крыму, извините, пожалуйста, кораблики находятся мощного флота? Седьмой год, по-моему, в Севастополе. Алексей Игоревич, тут беда в другом. Они кричат, и Чубаров, и не ешь папу, и Зеленский, что украинская флота будет в Крыму, будет в Севастополе. Наши парни говорят, подождите, что значит будет? Она там есть, вы ее придите, заберите, ржавеет. Я лично руками даже трогал в Керчи, в погранотряде, в Балаклаве видел, в Севастополе. Там вот эта лодка Запорожье приваренная, чтобы не утонула. Она хоть и подводная, но она не может держаться на плаву, она сразу идет на дно. Вот там украинская флота есть. Просто Украина, и ее даже нет денег прийти забрать. Откуда возьмутся деньги идти штурмом на Севастополь? Лучше, Серег, дураку всегда найдут какие-то деньги для того, чтобы пошли. А что с этими дураками будет, их это не волнует. Но в данный момент я бы уже давно-давно забыл о какой-то войне, если честно. Я бы уже прекратил это нагнетание истрии, а лучше бы уже искал бы возможности сосуществования хотя бы. Все. Никакой войны как таковой не будет. Это будет, знаешь, пук в воздухе. С одной стороны, целая куча трупов, с другой стороны, ну что ж, ну вы сами пришли. Этот пук будет. Этот пук будет на Донбассе. Попытка будет с Крымом, провокации будут. Ну стоп, демократы стоят за этим. Ну, само кровопролитие неизбежно. Будет оно либо на расстоянии, да. Вот они только поперлись, а сверху что-то прилетело. Пук-пук-пук-пук и все. Но оно неизбежно, понимаешь. Повторение ли сценария, как Саакашвили в Грузии было, что тот думал, да, все, ханатую армию, НАТО нам помолло, эти всякие джипи американские, дал ли с пулеметами, мы поперли. Ну, получили по зубам. Ну, потерял страну фактически, да. Нормальную страну. Ну, такая может быть ситуация, когда Украина мгновенно потеряет. Так она постепенно разрушается. И они сами к этому приводят и привели этот спусковой крючок, взведенный, распуска Украины, да, развала. Он постепенно длится. А так эти конвульсии будут развала гораздо меньше. Ну, они же, наверное, вообще ни МИД не смотрят, да, не выделяют заявления, которые сказаны. Наверное, на международное общество не смотрят. Ведь сегодня уже, будем говорить в международном обществе, в Европейском, но Европа уже тошнит от Украины, понимаешь, Европе уже тошнит. Они уже не знают, что с этой Украиной делать. Но все равно лагеря есть демократические, американские, которые влияют на эту ситуацию. Давай, если серьезно относиться. Обстрелы увеличились. Минные поля расширяют. Дороги минируют. Агрессивность и направление украинского Зеболотного, его можно уже так, продолжают действия. То есть это уже не Зеленский, это Зеболотный, можно назвать так. Алексей Валерьевич, то есть, подожди, получается так. Ты отказываешь Украине в остатках самостоятельности и отказываешь Украине в том, что она может прислушаться к Европе, которая, в свою очередь, фрондирует с Америкой. Вот сегодняшняя Европа не в состоянии, по-твоему, надавать по рукам Зеленскому, Авакову и другим парням. И вот как прикажут демократы, которые против Трампа, так эти негры, только уже не американские, а европейские и поступят. То есть вот они готовы будут пойти на самоубийство. Но вопрос тогда в другом. В том, что Россия 2020, это не Россия 2008. Не будет прорыва через ущелье, через Чангар, перекоп. Не будет танковых колонн и отважных, вежливых русских людей. Путин ни одного человека не отправит рисковать. Если жахнет, то жахнет издали, эффективно, корректно, хотя бы так, как с игиловцами, братьями этих дуралеев. Слушай, ну понимаешь, как тебе сказать? Ну это ты понимаешь прекрасно, я понимаю. Ну воины света-то они этого не понимают. Ты же посмотри, плюс 35 процентов примерно от того нагнетания истерии в контенте средств массовой информации везде выросло. Нагнетание истерии. И Россия нападет, и ЛДНР будет российскими пушками стрелять. И что только не выдумывают. Понимаешь? То есть рост нагнетания и ненависти, да еще используют ситуацию, используют коронавирусом, да? Плюс еще начинают рассказывать о непонятной границе. То есть ты же смотри, Европу они открыли, а Россию-то они не открывают. Поезда они не пустили. А общение с людьми прервано. А истерия нагнетается. Вот-вот скоро русский Иван нападет с медведем, да? Ну это факт-факт. Теперь давай будем говорить так. Они не думают, что время изменилось. Они не думают, что техника изменилась. Они не думают, что сегодня... Они думают, что ракеты пешком ходят, понимаешь? До сих пор. Понимаешь? Ну, если страну превращают в Бубуинов, что мы хотим, там никто не думает. Да? Ну вот там они заявляют, что завтра где-то возле Азовья они поставят какие-то ракеты и будут прямой наводкой расстреливать север... Ой, будут расстреливать Крымский мост. У меня вопрос. Долетит ли это болванка второе? А до того, как вы эту систему поставите, доживете ли вы там? А вы подумали о людях? Ну вот это примерно вот с этой песни «Злобного карлика» мы говорим. Ну, люди прекратили думать. Они фактически угробили систему. Вот давай, Сереж, две секунды. В новой каховке загорелся дом. Пятиэтажный, длинный. Все видели этот пожар. Ну о чем тут говорить, если пожар тушили шесть с половиной часов, поверхностный открытый огонь, крыша горит, да? Даже вертолет не направили, чтобы хотя бы сверху загасить. Ну о чем тут говорить? Ну, понимаешь, они говорят о какой-то войну, войнушке. Так новая каховка здесь рядом. Вместо того, чтобы подумать, как сегодня агрессионные земли спасать, прогласить Россию, давайте спасать, давайте восстанавливать Северокрымский канал, они выясняют отношения, где в Крыму какая скважина есть. Ну, это не шизофрения, блядь, вы дебилы, блядь. У вас Северокрымский канал... Гасим немножко накал эмоций. Я позволю себе процитировать. Пять минут тому назад Родион Мирошник информирует у себя в телеграм-канале. С трех часов ночи вооруженное формирование Украины ведут массированный обстрел на Горловском направлении. Фиксируются больше сотни прилетов, из них 16 снарядов калибром 152, 33 калибром 122, 17 мин калибром 120 мм и 34 мины 82 мм. Это миномет, серьезный ущерб объектам инфраструктуры, обесточено 7 электропостанций и более 600 человек находятся без энергоснабжения. То есть они четко и целенаправленно выводят из строя инфраструктуру мирного города Горловка. Они делают так, чтобы люди оставались без воды, без газа, без электроэнергии. Но ведь долго же терпеть такое не будут, ведь Пушилин-то дал команду огонь. Во-первых, сеять панику. Во-вторых, команду дает не Зеленский. Зеленский – это кукла с полунабитыми мозгами, можно так назвать. Это всем все понятно, да? То, что идет кровопролитие, это тоже понятно, потому что каждый его шмыг, каждый его сказ, каждое вылизывание попы нацикам – это обозначает приближение к войне. Как бы мы ни хотели. Американской стороне сегодня надо это делать. Как бы мы ни хотели, Украина находится тоже в избирательном процессе своего рода в Америке. Фактически ее втянули. Поэтому в данный момент те кукловоды, которые стоят за этим, они просто по нашей сказке действуют. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Вот и все. В данный момент. Сколько там месяцев будет, их не интересует, понимаешь, продолжение сказки, что добро побеждает зло. Но ты посмотри по риторике. Вчерашние заявления Зеленского. Они говорят о том, что он фактически созрел к войне. Только какой самой войне он не понимает. У него победы. У него Черноморский флот. У него что только в голове нет. Он несокрушим. О чем мы говорим? Бредовый человек, да? Его как бы не пойми попа или как там высказывают одно. Но ты прислушайся к Сивохе, который давал интервью. И он четко, популярно дал там через запятые, можно понять. Зеленский созрел к военному конфликту. Его подвели. Ему вырили траншею. Его пустили как обезьяну. С гранатой Зеленского. И с 95-м кварталом. Он пошел. Он до конца не понимает, что он творит. Ты посмотри по кабинету министров. Ты посмотри по всем, будем говорить, военно-начальникам. Фактически это все Петяны. И если говорить правде в глаза, то сегодня Петя внутри побеждает. Он более, будем говорить, профессиональный, жесткий, кровавый убийца. Но он более последовательен в своих действиях. Понимаешь? И все эти ручонки, которые остались вот там, они сегодня руководят. Он ничего не может сделать. Ты вспомни, когда он говорил, твоя тюрьма это типа я. Зеленский на стадионе. Я тебя посажу. Ну, чем это все закончилось? И что мы увидели? Украина находится под внешним правлением. Возьми пленки. Возьми, как запечу все консульства, посольства вступились. И что мы говорим? Короче, своего они никогда не дадут под сидение. Вот чем успешные американцы и европейцы. Сукин сын, но свой. Ну, тактику, стратегию, план. Они полностью выверенно, четко ведут. Пусть на пять лет задерживаются, пусть на десять. Но это обмывание мозгов, это переформатирование исторического факта. Это полностью перенастройка общества. И противостояние, самое главное. Они выиграют, они настраивают полностью людей на противостояние. Убивают друг друга. Русский это не брат. Белорус это враг, вот, рубары. И украинца накачивает, накачивает. Мы получаем. А чем мы хотим? Если мы не занимаемся Украиной, мы только болтологией занимаемся. Чего мы хотим? Действовать надо. Если мы хотим приумножить. Если мы хотим спасти свое. То, что не ими дано, не этим сегодняшним поколением выработало. А нашими дедами. То мы должны забрать. Восстановить справедливость. И сказать, ну, европейцы, вы уже обналили. Мы же к вам не лезем в карман. Или американцы. Все, хватит. Вы там за океаном пошутили. Вот, грубо говоря, это так должно выглядеть. А сегодня издеваться над своим народом. И смотреть, как нас учат демократии. Или вот эти оранжевые, голубые. И разные непонятные цвета. Ну, извини, но это стыд и позор. Алексей Валерьевич, ну вот смотри на Америку. Она сейчас опускается до уровня того, что в президенты и в сенаторы, конгрессмены пойдут Зеленские и прочие уродцы. Потому что там уже муж Ким Кардашьян кричит, я буду вашим президентом. Другие такие обезьянки с пальмы тоже хотят во власть. И самое жуткое, что они вполне могут на этой волне сейчас пройти и президенты, и конгресс, и сенат заполнить. Будут там, знаешь, город мертвых людей, и серые обезьяны-бандерлоги будут заседать в сенате и конгрессе. И в Белом доме, кстати, тоже, который переименуют в черный. Но вот Украина, которая лишилась умных людей, Олейник в Москве, Азара в Москве, ты далеко от родного Херсона и от родного Церупинска, который уже тоже не Церупинск. Умных людей почти не осталось. А тех, что есть, их добивают мухобойками и не дают рта открыть голову, поднять. И тут вылазит, смотри, из Европы партия Шарья. Из сисек вырывается партия 2 полушарья. Это Клитина, которая говорит, я всех коррупционеров, проститутов насажу на чего-то непонятное. Вот дотрахались-то уже до мышей. Уже ниже некуда падать. Сергей, ну давай так будем говорить. Если честно говорить о Шарье, я его серьезно не воспринимаю. Очень много ошибок. Неплохой может быть парень. Делает иногда разоблачительные вещи, очень хорошие. Но это не профессия и не человек, который спасет Украину. Ты знаешь, он мне что-то напоминает Зеленского. Только он умнее, хитрее, коварней, жестче. Понимаешь? Ну, я не могу сказать тебе, что я отношусь к этому новому политику очень хорошо. И я не хочу этого скрывать. Я не скрываю. Я могу честно сказать, самые влюбленные. Пафосные. Последнее время гадко, противно выражается по телевизору. Оскорбляет. Ну, если ты такой великий человек, не опускайся. Да мышей. Потом... Ну, на сегодня... Давай, я не имел в виду ни Клитину, ни Шария. Я имел в виду то, что... Подожди, секунду. Что у вас в стране не осталось политиков. Вот серьезных государственных деятелей просто не осталось физически. Ну, Аваков, вспомни, как к нему относились, как на него смотрели до переворота, да? Какой это политик? А он сегодня у них самый главный. Понимаешь? Что Толик, который журналист отличный, вот должен заниматься журналистикой. Что Владимир Александрович, шоумен прекрасный. Пусть занимается корпоративами и ведет сауны по ночам. Я и хочу тебе сказать, подвести к этому, ты меня перебил. И самое главное, хотел сказать журналист. Вот с него хороший журналист. Он хорошо объясняет, он должен своим заниматься. Я же тебе сказал, что я к плохому не отношусь плохо. Я высказываю свое мнение и хотел довести, что он должен заниматься журналистикой, разоблачением. Неуспешно он в своей отрасли гигант. Нету сегодня людей. Вот я тебе хочу два слова рассказать. За последнее время с теми, которыми еще там на Украине более мало, с людьми, которые грамотные, профессиональные, хозяйственники, экономисты, ты не представляешь, сколько за последнее время, как только границу открыли с Европой, сколько уехал. У меня только человек 15 уехало на ПМЖ, это с Херсона. Это люди, которые занимаются хозяйством, экономикой, бизнесом, не воюют и не поддерживали этот Майдан. Вот это самое страшное, что Украина после таких действий уже начинает, она теряла, а сейчас уже теряет людей грамотных, которые могут восстановить Украину. Но в другом смысле. Алексей Валерьевич, к сожалению, к огромному времени подошло нашего эфира к концу. Спасибо большое. Я уверен, мы на этой неделе еще встретимся. Тем более, что на завтра, я вчера новость эту публиковал у себя в телеграм-канале, на завтра Украина планирует начать шагомасштабные военные действия, потому что они-то, в отличие от Путина, точно знают, что завтра Путин нападет. Именно во вторник. Ждем завтрашнего дня, ну а потом обсудим с тобой, как в очередной раз Путин их обманул и зачем-то не нападет. В общем, Сергей, я могу одно сказать. Подписывайтесь к нам с Сергеем Батьковичем на наш телеграм-канал. Вы все узнаете, кто на кого нападет. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Валерьевич Журавка и программа «На самом деле». Прервемся ненадолго, скоро вернемся и продолжим. Пока.